Это государство-неудачники. Буквально на днях в Сенатском комитете по разведке Конгресса США составились слушания, на которых выступил директор национальной разведки Эверл Хейнс. Но она много там о чем говорила. Важная для нашей сегодняшней темы состоит в следующем. По ее оценкам, то есть по оценкам национальной разведки США, тогда Россия в этом году, может быть не только в этом календарном году, но и несколько дальше, вряд ли будет способна вести активные наступательные действия на территории Украины. По двум причинам. Первое. Истощение людских ресурсов, квалифицированных, хорошо тренированных, боеспособных военнослужащих. Второе. Это износ техники. Вытаскивают рухлядь. Изготовление как БТР или БМП-50, которое впервые было принято на вооружение, если я не ошибаюсь, еще в 56-м году. Ну и танк 62, поступивший на вооружение Советского Союза в 61-м году. В том году, когда президент Кеннеди принял присягу при вступлении в должность президента Соединенных Штатов. И вот этот рухлядь сейчас Российская Федерация вытаскивает из запаленных сундуков Министерства обороны. Критически иссякают боеприпасы. ВПК не справляется. Таким образом, Россия, ну, вместо России людскую силу со стороны там особо не заместишь. Зэки все меньше выражают готовность идти в Вагнер. А вот что касается боеприпасов, то Россия попадает в критическую зависимость от внешних поставщиков. И пока, это я так сказал, поставщиков, пока их не так уже много. По сообщению британского телеканала Sky News, который при этом ссылается на разведку Великобритании, в январе месяце этого года два корабля, два судна российских, под российским флагом. Один из них, Муса Джамиль, если я не ошибаюсь, вышли из иранского партнера и затем сделали кратковременную остановку в территориальных водах Туркменистана и затем проследовали в Астрахань. По полученным данным, на борту этих судов находилось 200 контейнеров, в которых было около 1 миллиона патронов различного калибра для пистолетов, для автоматов, для пулеметов, а также около 300 тысяч боеприпасов, боеприпасов для минометов, гранаты для гранатометов, ну и артиллерийские боеприпасы. Если принимать во внимание, что по оценкам американских военных экспертов, в пиковые дни или сутки российские вооруженные силы на территории Украины расходовали до 20 тысяч боя с снарядов, артиллерийских снарядов, то вот этих 300 тысяч хватит, ну где-то так, на 2 недели, ну может быть на 3 недели, но не больше. То есть нехти какой запас. Другого источника, постоянного, мощного, как мы знаем, у России пока нет. КНДР что-то там поставило в небольшом количестве, не получив на это благословение Пекина. Пекин, как мы с вами следим, наблюдаем, Пекин пока не спешит оказывать летальную помощь и пока нет серьёзных оснований считать, что она вот-вот начнёт поступать. Разговоры. Я слышу разговоры в русскоязычном интернете о том, что Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву. Просмотрел сегодня с утра китайские газеты, которые доступны на европейских языках, и никакого даже намёка на предстоящий визит Си Цзиньпина я там не видел. Поэтому даже если он втайне и готовится, то все анонсы о нём исходят из Москвы. Я считаю, в целях самопиара это отчаяние, чтобы показать, что Россия не одинока. Кто-то нам скажет, что это нормальное государство. Сейчас ребята говорили о поисковом деле, и у меня есть довольно интересная история, с которой я хотел бы с вами поделиться. История ещё начинается в 2021 году, когда в Гетконсульство России в Германии поступило заявление от фермера, что на его территории найдена медаль за отвагу. По количеству медалей на груди этого мальчика сразу понятно, что он воевал в Великой Отечественной, или, как правильно говорить, во Второй мировой войне. У них с медалями вообще сейчас очень просто. Взял, купил медаль себе, юбилейную, и носишь, как герой. Да, умнеть они начинают в норах, которые сейчас роются на территории Украины. В Донецкой, но не только в Донецкой областях. Этого мальчика тоже вылечат. Примерно так, как и всех остальных. Проделали очень большую работу по выявлению личности героя, искали информацию в архивах. И выясняется, награждён был автоматчик 91-го гвардейского стрелкового полка Голубев Виктор Александрович. Красноармеец награждён за то, что в боях под Ростом уничтожил 13 нацистов из личного оружия. Но, как настоящий герой, он должен что сделать? Умереть, чтобы учить своему подвигу будущие поколения. Ну, чтобы каждый российский молодой мужчина со школы был готов. Его учат именно этому, чтобы он был готов умереть за Путина. Красноармеец погиб в 1944 году в боях за правобережную Украину. Мы всё проверяли. И, конечно, мог он передать свою награду другу, а тот её должен был передать родственникам. Но, скорее всего, дело в другом. Как мы узнали, Украина продавала свой плодородный слой, как нацисты делали в Великую Отечественную войну. Да, нацисты в Великую Отечественную войну приходили и покупали. Если кто-то продавал, значит, кто-то и покупал. А каких всех потянуло к украинской земельке-то? Просто коллективное помешательство от юного возраста до тех, кто постарше. И, скорее всего, медаль так и попала туда. И вот вопрос. Только медаль там была или нет? Потому что, если медаль потеряли, то это дело одно. А если они торгуют останками бойцов, которые сражались за победу, это совсем другое. Сейчас вы увидите лицо Путина. И по его физиономии, это, наверное, всё-таки настоящий Путин, не его клон. Сразу понятно, что он в этом в недоумении. То есть, он, наверное, сидит и думает. Да, вот это я им к уху свернул окончательно. А мальчик молодец. Ему болит о том, что вот где-то 70 лет назад, 80 лет назад, где-то что-то происходило. И вот теперь Украина торгует мощами российских, ну, или советских солдат, будет правильно сказано. Но при этом и этого щенка, и Путина, и Машу без головы, она же Маша Захарова, и вообще российское общество вообще не интересует, сколько погибло российских граждан здесь и сейчас, в войне против Украины. Кстати, вот в части потерь, почему вряд ли кто-то когда-то узнает, сколько было убито российских солдат. Во-первых, никто их не считает. Ну, у нас пуль на всех хватит. И гранат, да. Но когда закончилась Вторая мировая война, Сталин сказал, что потеря Советского Союза 7 миллионов человек. Прошло несколько десятилетий, и уже прибрежневая цифра была 21. И всем пофиг. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других сручных платформах. Реквизиты в описании к видео.